О ключевых тезисах из сегодняшнего послания главы государства уже высказываются независимые эксперты. Они считают, что отдельного внимания заслуживают вопросы напрямую, касающиеся комфорта и качества жизни казахстанцев. К примеру, реформирование системы обязательного социального медицинского страхования. Как пациент, не как эксперт, могу сказать, что сегодня, приходя к своему врачу, я где-то его жалею, потому что он работает в восьми операционных системах, которые между собой не бьются. Соответственно, естественно, из 15-20 минут приема, которые в принципе врачу достаточно для того, чтобы провести обследование, на пациента остается, я не знаю, 2-3 минуты. Решить эту проблему помогут, как заявил сегодня президент, и подтвердили эксперты, внедрение цифровизации и использование возможностей искусственного интеллекта. Создание единой республиканской медицинской базы должно, с одной стороны, уменьшить бюрократическую нагрузку на врачей, но, а с другой, сократить количество так называемых приписок. Еще один важный момент, о котором сегодня говорил президент – стабильность внутри страны. Эксперты подчеркивают, что Казахстан всегда был и остается территорией мирного проживания людей самых разных национальностей, конфессий и взглядов. И это особенно важно сохранить, когда в мире разгорается все больше конфликтов. Важно, что глава государства самой высокой трибуны отметил, сделал на этом акцент, что никакие, в том числе по его словам и в целом, это объективная картина, когда внешние игроки пытаются повлиять на внутриполитическую ситуацию, говоря, раскачать лодку стабильного казахстанского толерантного демократичного общества. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова